Тема моей работы – это вращение установки при вращении диска, расположенного внутри установки. Наученные руководители моей работы – Анатолий Васильевич Рыбков, он ведущий научно-собородов Института физики Земли. У меня видео было сделано, была сделана такая установка. Сначала я взял диск из алюминия диаметром 35 см. Диск установлен был на ступицу, и ступица приверчивалась к стенкам уже установки всей. В отверстие ступицы вдевался стальной штырь-привод и вращался с помощью двигателя. При плавном разгоне установка на подвесить не вращалась, а при ускорении установка приобретала вращение. При резком включении установка вращалась в одну сторону, при включении, когда диск плавно раскручивался, установка вращалась в другую сторону. Также было замечено, что если диск расположен параллельно к Земле, то вращение установки при ускорениях значительно лучше, чем, например, установка располагалась, к примеру, перемедикулярно к Земле. И также было замечено, что чем больше ускорения, тем сильнее вращалась установка. То есть, а чем меньше это ускорение, тем хуже вращалась. Также это зависело и от вращения, величина, от момента инерции вращающей части. То есть, если мы снимали диск и вращали только ступицу, то установка не двигалась. Ну, сейчас покажу видео. Первое – это на подвесе, а потом на подшипниках. На подвесе тут с меньшими ускорениями, а на подшипниках – по-силе. А где видео? То есть, это сейчас плавно разгоняется пока что. То есть, вот она... Ну, там внутри расположен дискочек. Это перемотка, что постепенно сгоняем, разгоняем, она стоит на месте. Вот, выключили двигатель. И установка стала вращаться по часовой. А при включении она начинается вращаться против часовой. Это резко показать. Бог на зашипника. Готово. Пол Nowba Если уже разогнали, то до определенного момента, если даже сильная скорость вращения, станок вообще не двигается. Даже 2000 оборотов в минуту будет вращаться, если станок стоит, выключаешь, он начинает вращаться. Сейчас выключил, он пошел вращаться. Вот, подшипывается, устанавливает. Садитесь за кадром. Сейчас опять включится и будет вращаться в другую сторону. Здесь ускорение самое большое, почти на максимум было включено. И мало груза положил, и вот так стало. Поехали. 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 Рествование сверху, из-за чего так, ну, это, наверное, может быть другателем. Есть вопрос, пожалуйста. А зачем нужна эта установка? Это исследование вот этого эффекта, как инерционного, которое можно получить, что он может на внешнюю систему как-то воздействовать. То есть он внутри диска находится, и его ничто внешне толкает, а получается, что установка может внешне вращаться, то есть уже так. Ну, в смысле инерция его толкает, а не какое-то внешнее со стороны в систему, то есть инерция именно, при ускорении причем. Именно исследование инерции. Можешь вот видео посмотреть на паузу и по деталям пропитать, из чего установка сиска и какого-то довольно интересного. Вот это подшипник. Вот тут вот штырь, он, подвижность, на нем тоже стоит подшипник, и установка вот так вот, если толкнешь, она будет вращаться. Это доска. Вот это вот ступница. Вот к ней присоединен диск. Штырь продевается в отверстие. И вращается диск с помощью штыря. Двигатель, болгарка, обычный. То есть ничего такого особого. То есть вот даже сильно раскрутил, ничего не действует. Ну, в смысле она сильно не вращается. Вращается центральный диск, да? Общий диск. Вращается диск, но установка при этом не вращается, потому что нет ускорения. А только как ты сделал ускорение, то есть выключил, вот сейчас я выключил, и установка начинает вращаться. Вот эти вот грузы, это противовесный баланс, что ли? Да, да, это противовес, чтобы чуть-чуть поровнее было. А вот это было чуть-чуть экспериментально. Экспериментальная работа, да? Да, да. Есть формула, это, вот, кстати, если по этой штуке, вот интересно получить формулу, которая бы давала нам зависимость, ускорение, моменты инерции. То есть если вот снимаешь ее, то установка не вращается даже на больших ускорениях. И еще зависит от угла наклона. То есть если вот так установку поставить, то она хуже вращается. То есть это угол должен быть, моменты инерции и ускорения, чтобы получить вот эту силу. А можно еще вопрос? А вот вы не смотрели, а по данной тематике, может быть, уже проводились работы? Проводились, и это было встречено очень критически. Это вне космической системы проводили такие эксперименты. И они хотели, как я понимаю, с помощью ускорения получить вот это поступательное движение. Они даже в космос запускали спутник. И эксперимент у них не дал вот этого эффекта. Не дал им тот же вопрос, какая у них там установка. То есть я прочитал фигу, но они пытались поступательно получить движение. А тут вот именно вращательное. Она четко видна, и четко видно это. То есть это нельзя записать на аэродинамический эффект. И это не действительно. То есть инерционное движение действительно мы можем получить. Но пока то, что только вращательное. Такого, чтобы вот при вращении вот такие... Может, у вас там и ввелисты, но они очень серьезные эксперименты. А ты попробуй сейчас диск, когда он будет вращаться, менять его. Не, менял. То есть при этом... И она начинает тоже крутиться вращаться. Хуже, хуже. Нет, прямо во время вращения. Когда ты поменяешь его, ориентацию, он может крутиться в другую сторону, ускоренность диска. Там закон сохранения импульса. Вот это. Но только мне тут было интересно, что именно при ускорениях и что при включении, что при отключении. Это все есть, и только как в разных сторонах. А какая цель всего этого? Цель исследования вот этого... Нет, мы практические применения. Практические применения, но... Может быть, это... Тут же у нас две части получается. Ну, в смысле, вот это при ускорении еще одно получается вращение. И это, может быть, как источник энергию еще крутить. Если... Если у нас вот это... Ну, это... Это надо еще думать. То есть это... Целью была работа исследовать этот эффект, а дальше это уже... Ну, просто предположение фантазии. Надо дальше исследовать и говорить. Это просто как гипотеза, потому что неверно. Потому что если вот у нас вращается вот эта часть, отсюда брать энергию. И еще брать со всей установки энергию. Но это вот только при ускорении. Что значит брать энергию? Ну, в смысле... У нас же... У генераторов... Вот... Что-то должно вращаться в магнитном поле. Или там магнитное поле должно вращаться. То есть... Вот эта часть вращается у нас при ускорениях. Мы тут берем магнитное поле. И вот это тоже еще. Такой двойной генератор здесь вращается. Как бы... Расчет идет на то, что мы воткнули в газетку. Мы учили это вращение. Нет. Это может быть и в других каких-то вещах. У нас же есть там же всякие гидро, ветро. И может быть... Я не знаю. Есть зависимость, что при увеличении вот этой всего есть больше... Очень интересная наглядная работа. Ну, на нише это вот так вот. Я хотела бы аналитическое описание получить этого всего. Вот у вас есть планы к этому? Да, да, да. Но это займет времени, конечно. Потому что нужно диски вот эти изготавливать. Нужно... Нет, я не просто изготавливаю диски. Я про формулу. Про формулу, да. Прости. Прости, а какие у вас впечатления по поводу описания этого эффекта? Это не закон сохранения кинетичного? Это... Но... Это... Наверное, F равно не ману. Только когда переваривается, не полезно. Надо его попробовать написать. Ну, тут вот... Вообще, вот как я из всего этого пошел, то есть... Мне было... Было известно в проекте испытания меньше космических систем. И вот моего научного руководителя были трудоизвестны. И он, в частности, примерно предлагал этот опыт, только по-другому у него там была предложена эта установка. И я уже в процессе опыта ее изменил, и вот такое получилось. А он, как это предлагал все это, объяснял, что как это должно получиться, то, что есть какая-то инновационная среда, и... То есть она как деформируется именно при ускорении. И у нас должно что-то получаться при этом. Это как у нас... Очень, конечно, интересная работа, надо ее дальше продолжать. И обязательно получить аналитические какие-то подтверждения. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ